Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, мысли из которых оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Даниэль Канеман и его книга «Думай медленно, решай быстро», которая увидела свет в 2011 году. Даниэль израильско-американский психолог, который тем не менее работает на стыке психологии и поведенческой экономики, той самой экономики, в которой объединены принятия решений о совершении покупок и когнитивистика, которая объясняет иррациональное отношение человека к риску и в принятии решений и в управлении своим поведением. Такая замысловатая подводка к Канеману не зря по двум причинам. Во-первых, у нас не часто в обзорах появляются книги, которые написали лауреаты Нобелевской премии. Он получил ее в 2002 году совместно со Смитом. Несмотря на то, что это была Нобелевская премия по экономике и ее полное название звучало так «За применение психологической методики в экономической науке», в особенности при исследовании формирования суждений и принятии решений в условиях неопределенности. И нужно отметить, что Даниэль проводил, в общем-то, эти все исследования, которые получили Нобелевскую премию, больше как психолог, а не как экономист, но очень сильно повлияло именно на экономическую теорию. И он стал лауреатом Нобелевской премии именно по экономике. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, книга, конечно, непростая. Очень много моментов, связанных с психологией, они требуют в несколько раз прочтения, переосмысления и возвращения к этим тезисам через какой-то промежуток времени. Читать, перечитывать, переосмыслять и возвращаться лучше всего с бокалом Афины Т 2018 года, который остался у меня с прошлого обзора и полностью раскрылся. Хорошая, красивая, предварительно перед этим. Хочу сказать, что если вы смотрите первый выпуск обзора в формате «10 фактов, 3 задачи», не удивляйтесь, я изредка выпиваю, когда рассказываю о какой-то книге, выпиваю хорошее красное либо белое вино, и за что иногда вы в комментах мне пишите неприятные вещи про то, что я алкаш. В свою защиту хочу сказать, что, во-первых, я стал растягивать один бокал на несколько презентаций, как вы могли заметить. Во-вторых, еще не было такого случая, чтобы я начинал обзор одной книги, и в процессе употребления вина резко перешел на обзор другой книги, поэтому, как бы, вроде бы, все под контролем. Вино очень хорошее, вианье 80%, 20% шардоне, из семейной винодельни, etc., которые делают 150 тысяч бутылок в год, и не бутылкой больше, слабовыраженная кислота. Надо сказать, что шардоне очень наследует, вернее, не так, вианье очень наследует, в зависимости от терруара, вкус шардоне. То есть, если повезет, то, по сути, это получается моно-купажное вино, в котором и вианье, и шардоне по вкусу похожи на шардоне. Ну, и надо отметить, что оба винограда являются французскими, но, тем не менее, в Этцеттере прижились, и очень-очень неплохое вино. Меньше про вино, больше про Даниэля Каннемана. Значит, в книге есть две основные части. Первая часть – это большое количество различных примеров социальных экспериментов, там, ситуаций, в которые попадает человек, как он себя в них ведет, и тому подобное. Я сознательно их избегаю в десяти фактах, трех задачах, потому что их там каждый из вас может прочитать и в этой книге, и в любых других книгах по социальной психологии. Не так важно. Мне кажется гораздо более важным рассказ Даниэля о особенностях механизма мышления. Автор полностью развенчивает теорию о том, что рационализм базируется на трезвом мышлении, а нерациональные люди руководствуются эмоциями. И вот тот самый лауреат Нобелевской премии, известный психолог, ну и в некоторой степени экономист, он показывает нам, что главная проблема ошибок мышления как раз в его механизме. А вот механизм – это те самые системы, которые участвуют в процессе принятия решения человеком. Значит, одна система включается быстро и без усилий, работает без запинок и не дает человеку ощущения намеренного контроля ситуации. А вторая ей противоположная. Ей необходимы ресурсы, усилия, временные затраты. Первая очень похожа на эмоциональное принятие решения, вторая на рациональное. И вот выделение этих систем – это вообще краеугольный камень этой книги, как я себе понял. Значит, о чем говорит нам автор? Он говорит, что пока мы бодрствуем, у нас работают обе системы, но первая система, она работает в автоматическом режиме принятия решений, а вторая находится в таком фоновом режиме. Когда все происходит гладко, система 2 принимает предложение системы 1 практически без изменений, и поэтому человек начинает действовать согласно своим желаниям, и это как бы всех устраивает. Ну, то есть, сознание человека это устраивает. Когда же обнаруживается событие, нарушающее модель окружающего мира в представлении системы 1, мы это называем «что-то пошло не так», и нам нужно чуть больше времени на принятие решений. Система 2 переходит в действие. И нужно сказать, что 80% времени система 1 отлично выполняет свои функции, и поэтому мы чаще всего руководствуемся принятием решений на основе вот этой самой первой системы. Но в процессе накопления знаний система 1 их искажает и систематически ошибается. Поскольку она плохо разбирается в логике и статистике, это потом выливается в регулярно повторяющиеся неверные решения, которые мы трактуем как верные. Всегда система 2 считает себя главным действующим лицом, потому что все важные решения принимаются именно с ее участием. Их минимальное количество, но с точки зрения важности принятия решений, они все отданы на откуп системе 2. И Канеман говорит, что нет ничего подобного, ведь система 1 формирует впечатления и чувства, которые являются как раз главным источником убеждений и сознательных выборов системы 2. Понимаете? Возможно, нужно перемотать и еще раз прослушать все то, что я говорил, или прям сразу отложить обзор и начать читать книгу, ведь вам придется прочитать ее пару раз, не меньше. В общем, когда система 1 сталкивается с трудностями, она, как правило, обращается к второй системе, которая находится в фоновом режиме, и просит ее более целенаправленно обработать запрос. А система 2 мобилизирует ресурсы, которых нет у системы 1 для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. Но так выходит, что система 2 действует без особых усилий, потому что лень неотъемлемая часть нашей интура. И она как бы базируется все равно на основе тех за долгое время принятия решений системы 1, собранных доводов, каких-то логических, ну или псевдологических фактов. И, в общем-то, в общем, система 2, базируясь на рациональном, все равно подтверждает наше эмоциональное состояние, тем самым увеличивает количество наших ошибок. Представляете? Именно поэтому... Именно поэтому Каннаман говорит о том, что истины-то по сути не существует. Мы же... Существует просто знакомая нам информация. Мы воспринимаем... Вернее, истина может и существует, но в большинстве случаев мы подменяем истину знакомой нам информации. Происходит потому, что обе системы идут простым путем. Первая быстро придает ситуации значимости, а вторая не тратит ресурсы на оценку. Она как бы доверяет первой системе и говорит, ну окей, если это часто случалось в той жизни, значит это важно. Поэтому если мы заблуждаемся, воспринимая в качестве правды какую-то неподтвержденную, но при этом очень часто нам знакомую информацию. Это работает следующим образом. Если что-то кажется вам знакомым, то вы предполагаете, что это правильно. И система 1, она отвечает за ощущения вот этой самой знакомости. А система 2 на основе этого ощущения решает, соответствует ли это утверждение истине или нет. Именно поэтому пропаганда, которая внушает вам какие-то вещи, там окно овертона, если знаете, которая внушает какие-то вещи, которые не являются истинными, они работают исключительно на регулярном повторении одного и того же. Для того, чтобы система 1 распознала эту информацию как уже вам знакомую, а значит подтвержденную и истинную. Это вообще на самом деле очень крутая история. Вот про окно овертона я вам рекомендую отдельно почитать. И записки тюремной тетради, если найдете, почитайте тоже. Это то, на чем базируется изменение сознания отдельного человека или массы, и как вообще работает внедрение любого тезиса в сознание группы, социума, целой страны. При этом должно быть, не должно быть, а важно, какое у вас настроение, а оно должно быть такое, как у этого молодого человека на фотографии. Хорошее настроение – признак того, что системы работают стабильно, и контроль за ситуацией может быть ослаблен, а значит вы неминуемо начнете совершать ошибки. Ну то есть это не такие ошибки, что они будут вам там чего-то стоить, но с точки зрения максимальной выгоды от принятия решений, вы будете ошибаться чаще, если будете находиться в хорошем настроении. Именно поэтому один из способов избавиться от ошибок – это все время находиться в плохом настроении. Ну это, конечно, шутейный такой факт, но тем не менее вы должны знать, что чем хуже у вас настроение, тем больше бдительность обоих, обеих, тем больше бдительность обеих систем, и тем меньше вероятность совершения ошибки. Эффект ореола – крутая штука, которая говорит нам о том, что мы оцениваем событие или личность на основе для начала первого впечатления, а потом на основе того, что накопилось вокруг этой самой личности. Первое впечатление может быть не всегда правильным, но к нему прилипает вся остальная информация, и она полностью иногда поглощается вот этим самым первым впечатлением. Если вы хотите о ком избавиться от эффекта ореола, старайтесь получать информацию о явлении или о человеке как можно из большего количества источников. Эффект ореола очень круто распространяется в небольших группах, например, в студенческой группе или в маленьком коллективе. Если мне одна знакомая рассказывала, что она вот не… И сами можете, кстати, вспомнить, как бы уверен, что у вас случались такие казусы. Вы просматриваете ленту Instagram и уже предвзято относитесь к тем или иным людям в этой самой ленте, и в зависимости от этого можете лайкать или не лайкать их фотографии, или там оставлять комментарии к stories или к постам. Если у вас изначально было хорошее настроение, то любой пост этого человека вызывает у вас желание как-то с ним провзаимодействовать. Если же вы предвзято относитесь к человеку, то даже самые крутые визуальные решения, клевые фотографии или какие-то классные посты не вызывают у вас этого желания, и вы чуть быстрее пролистываете ленту. Это и есть тот самый эффект ореола. Практически на любой вопрос об окружающем мире первая система имеет ответ. Он обычно поспешен, он обычно основывается на эмоциях интуиции, но если вопрос сложный, что быстрый ответ не подбирается, то система ищет похожий, но проще, и отвечает на него. Это такое явление называется автоматическая замена. То есть мы до того момента, как подключить вторую систему для принятия важного решения, мы стараемся либо быстро ответить с помощью первой системы, либо если это не удается, то найти похожую ситуацию или похожий вопрос и автоматически подменить и ответить на этот вопрос попроще, который мы ассоциируем с вопросом по осложнению. Особенность первой системы еще и в том, что для нее большее значение имеет завершенность и полнота истории, чем ее правдивость. Это вот как раз про то, что регулярно повторяемые тезисы становятся для вас близкими, а значит история завершена и правдивость не так важна. Первая система встраивает события или восприятие этого события, исходя из имеющихся данных и не учитывает те, которых нет. Чаще всего мы в быту называем это поспешными суждениями. Также существует счастливая случайность, это то, что мы называем счастливой случайностью, это когда в результате работы первой системы мы выявляем какие-то связи в кавычках, какие-то закономерности там, где их на самом деле нет. И человек, как существо думающие, не способен осознать, что каждое событие является случайностью, если оно произошло, это вовсе не значит, что оно или повторится, или не повторится там с определенной долей вероятности. То есть цепь случайностей гораздо более сильное имеет влияние, чем та закономерность, которая выстроена у нас в голове. При этом мы привыкли определять рациональность как разумность, но автор этой книги говорит, что единственным доказательством рациональности человека это отсутствие противоречий. А отсутствие противоречий как бы не очень связано с разумностью. Отсутствие противоречий – это наша способность убеждать самих себя в том, что решение должно быть принято. И поэтому вера человека, выбор или его поступки, они не обязательно руководствуются какими-то научными догмами, законами, или глубинным анализом. Но при этом всегда руководствуемся отсутствием противоречий в принятии решений во всех сферах нашей жизни. И вот один из примеров, который приводится в книге, это про то, что мы, когда не видим противоречий, можем принимать даже ложные какие-то решения, но при этом считать их достаточно правильными. Было испытание лекарств. Вот одного примера, я не могу удержаться, который он приводит в книге. Лекарства должны были испытать на 600 людях, и нужно вам было принять решение. В результате этого испытания вы хотели бы, чтобы умерли 200 человек, или вы хотели, чтобы выжили 400 человек? И 99% выберут, конечно, второй вариант. Все хотят, чтобы выжили 400 человек. Хотя реально разницы нет никакой. Это абсолютно два равновеликих результата, потому что в тот момент, когда выживут 400, все равно умрут 200. Но у вас нет противоречий с точки зрения того, что цифра 400 очень большая, и гораздо больше, чем то, что умрут 200, значит, 400 должны выжить, и поэтому решение должно принято быть таким. В книге, кроме всего прочего, много внимания уделяется прошлому. Говорится о том, что наши разборы событий в прошлом дают иллюзию управления будущим. Упоминается о том, что человек слишком легко отказывается от своих верований, и план в соответствии с представлением новой картины мира меняется практически ежедневно. Нас невозможно поставить с тем же самым набором знаний в прошлое, что у нас имеется в будущем, и мы просто не можем себе такого представить, и поэтому очень часто то, что называется опытом, не используем в процессе принятия решений в рамках первой системы, а вот вторая система иногда все-таки обращается к этому самому опыту. Ну и, конечно, много тезисов из книги говорят о том, что все наши беды, они лежат в плоскости критического восприятия себя. Нам очень трудно признавать собственные ошибки, мы чаще всего анализируем чужие, мы не занимаемся собственной системой 1, системой 2, мы не анализируем информацию, и он много, кстати, говорит о том, что тяжело менять свое мнение как в худшую, так и в лучшую сторону, тяжело признавать изменения принципов, такие достаточно, при том, при всем, что у нас сейчас большое количество выборов, различные возможности, которые нас окружают, большое количество информации, мы становимся все более консервативны, все чаще система 1 базируется на наборе тех данных, которые мы там получили за определенный промежуток времени, небольшой, и все, что получаем дальше, налипает как бы сверху на эту систему 1. И поэтому, если мы хотим изменить окружающий нас мир, хотим изменить себя, хотим стать успешней или принимать правильные решения, нужно начать менять восприятие себя, хорошие стороны, плохие, в общем, нужно научиться признавать изменения принципов. Такими вот были быстрые 10 фактов из книги, три задачи, я всегда записываю в букнот, я, в общем-то, и факты записываю в букнот, это очень удобно сделать, там так разлинована страница, что вы сначала пишите факты, а потом из них можете формировать себе задачи. На каждой странице есть еще и советы по скорочтению, есть два карандашка, есть теплая обложка, вернее, чехол теплый, в который можно прятать ваш букнот, его никогда никто не увидит, можно было в нем больше прочитать по адресу буква.инфо. Значит, три задачи из этой книги, я выписал себе следующее. Думать медленно, решать быстро и перечитать эту книгу еще раз, минимум через год-полтора. И я так подозреваю, что это будет не последний раз, когда я перечитаю эту книгу. Да, забавные социальные эксперименты, ну даже не забавные, интересные социальные эксперименты, и их большое количество в этой книге. Очень сложная вот эта история с двумя системами, я пытался в ней долго разобраться. Я не уверен, что я смог вам донести прям сразу все то, о чем мы с Канеманом хотели вам сказать. Знаете, что существует две системы? Система один, система два. Первая система принимает решения за вас в 80% случаев, базируясь на каких-то эмоциональных вещах и на автоматическом принятии решений. Вторая система подключается в те моменты, когда первая не справляется, но при этом она ленится и часто обращается за житейским опытом к системе один и говорит, ну что, мол, а давай же поступим вот так, как мы поступали раньше. И в этом самая большая ошибка нас при принятии правильных решений. Проект читайбыстро.буква.инфо, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, пейте хорошее вино, смотрите и слушайте обзоры книг в формате «10 фактов, 3 задачи». Можете проверить скорость чтения у нас на сайте буква.инфо.рапид, отвечайте на вопросы, вернее, сначала читайте текст, потом отвечайте на вопросы, получайте сертификат и книгу с рекомендациями по улучшению вашей скорости и осознанности чтения. У нас есть на сайте блог буква.инфо.рапид, там много про блокноты, там про рабочие тетради, там много очень обзоров, разные подборки книг, куча всякой полезности. И недавно мы даже стали делать обзоры художественных произведений, входящих в школьную программу. Я против, конечно, обзоров художественной литературы, потому что это какая-то пластмасса на выходе получается, но тем не менее пользуется популярностью подрастающего поколения, потому что времени все меньше, а информации все больше, и хочется иногда прочитать и художественную литературу в кратком содержании, чтобы понять, а стоит ли она того, чтобы читать ее дальше полностью. Инстаграм, букву.инфо, мы там периодически разыгрываем букноты, иногда книжки, иногда просто всякие полезности. Туда тоже подписывайтесь, давайте будем дружить, пишите комментарии. Наша цель больше начитанных и осознанных людей, поэтому читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok